Мне только исполнилось 19 лет, потому что это январь месяц был, и подбежала ко мне Марина Тимофеевна, очень бодрым шагом, которая сказала, мальчик, ты откуда такой? Я говорю, я вот из школы, мол, то-се, она говорит, ну, если хочешь хорошо танцевать, приходи ко мне в класс. И там люди собирались, ну, кто-то там, тут уфли складывал, ну, на сцене это все происходило, там такой маленький закуток был, и Нина Спиранская услышала это, она мне сказала, если ты не дурак, то придешь. На сцене был первый урок, на который я пришел к Семеновой, и, естественно, ну, я был такой мальчик с хорошими данными, ногу поднять мог очень высоко, особенно по юношеству. Ну, естественно, когда зашел до Адашу, я как запузырил, так, ну, раз, так, держу ее, держусь крепко, и вдруг Марина Тимофеевна так подходит, на меня так внимательно смотрит, поворачивается к девочкам, смотрит, что они очень ниже ноги держат. Я говорю, девки, поднимите ноги, говорит, уже видите, что происходит, вас, говорит, сделали. Вот. Ну, как-то она ко мне так долго присматривалась, потому что материал был, видно, необычный для нее. Ей было, ей было вообще, я думаю, что Марину Тимофеевну я заинтересовал только как необычный персонаж. У Марины Тимофеевны было такое, как бы, качество, вот она видела, что девочка совсем, допустим, она лиричка, к таким балетам, как Дон Кихот или Раймунда, ну, не способна совсем. И она назло, не то что назло, а вот наперекор природе, она бы добивалась от нее сделать Дон Кихот. И это, в этом заключалась ее, как бы, ее интерес к профессии, что она, используя эту природу, придумает так, найдет такой, как бы, ход, что это будет все оправданно и будет хорошо смотреться. Потому что первый раз, когда она готовила Степаненко в Жизеле, в Сильфиду, мы все, ну, естественно, те, кто учился в классе, мы немножко посмеивались, а придя на спектакль, мы были в шоке, потому что это было гениально. Но это было гениально ровно столько, сколько была Марина Тимофеевна рядом. Эта картина без ее присутствия существовать не могла. Это было тоже очень удивительно. Вот у нее был такой дар, эффект ее присутствия, он менял многие вещи. Был очень смешной случай. Я танцевал с Галей Степаненко «Голубую птицу». И Галя очень не хотела со мной танцевать, потому что она считала, что, во-первых, я молодой, потом, естественно, каждый молодой мальчик тяжело держит, и всем очень сложно. И по форме мы не очень сходились, потому что Гале это все не нравилось. Она народная артистка была, она сказала, я не буду. Марина предсказала, если уйдет этот мальчик, уйду и я. Или ты будешь, или я уйду. Она сказала, я не буду. Марина взяла меня за руку и ушла. И не приходила достаточно долго к ней на репетиции, ни в какую. Потом Галя как-то с ней пыталась наладить отношения. Марина сказала, или будет так, как я хочу, или не будет по-другому. Галя сказала, хорошо, пусть приходит. И я пришел, одна у нас репетиция была, спектакль. Все отрепетировали, все вообще, ногу нигде выше нее не поднимать. Стоять вообще, за пероэтом я стоял вот так вот, чтобы моя нога нигде не появлялась. Мне не видно было, чтобы Галя была на стороне одна. И все замечательно, но мы все проверили, кроме мазурки. А тут в мазурке я же могу делать что угодно, там по дебаске. Я просто рядом с ней. И я на полную мощность по дебаске, как я по молодости сюда ноги. И закончился спектакль. Марина Тимофеевна подошла, выругала меня просто при Гале, просто жутко выругала. Сказала мне все, что об этом думает, что я хам, нахал. Как я смел рядом с балериной вообще перекрывать ее, то, сё, пятое, десятое. Все это закончилось. Галя пошла в свою сторону. Марина так делает, ну, с ней как бы шла, что-то игрила. Галя отходит, она ко мне возвращается. Молодец. И пошла. Вот в этом была вся Марина Тимофеевна. Звонок в класс, и кто-то говорит, значит, ну, кто-то... Говорит, это Инна Петрова. Пока Инна идет, Марина Тимофеевна говорит, Инна, если это Григорович будет предлагать Жизель, откажись. Так подходит, да, 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 нет, спасибо, нет, спасибо. Кладет трёпку, Марина Тимофеевна говорит, ну что? Она говорит, Григорович, что говорил? Говорит, Жизель предлагал. И ты что? Она говорит, ну я отказалась. Дура. Мы должны были с ней корректировать свои планы, говорить ей, и, ну, как бы, она должна была быть в курсе всего. Отношения с Мариной Тимофеевной у нас строились немножко по-другому, потому что, ну, сначала мы, просто я ходил только в класс, потом она обратила внимание, что я учу быстрее всех комбинаций, которые она показывает, а она была очень каверзным человеком. Ей нравилось ловить людей и ставить их в неудобное положение, как бы в просаг, чтобы все попали. И она могла, сидя, она могла сказать, э-э-э-э-э-э-э, покажи. И у нее в классе всегда был переводчик. В основном это была Нина Спиранская, потому что все остальные тяжело воспринимали. А потом она поняла, что я так же, как Спиранская, с полуслова это все понимаю. И она стала говорить, ой, а мальчик-то соображает. И мы были в Японии, был очень смешной день какой-то. А мы же ездили на автобусах, а Марину Тимофеевну возили на машине. И Марина запаздывает так, сильно запаздывала. Мы никогда не начинали, если она... Ну, мы знали, что она придет, это было... Ну, лучше не начинать было, лучше избежать атомной войны. И мы стоим, и чтобы что-то долго мы ее ждали, и чтобы их всех развлечь, а байдерки шли. Я танцевал все вариации подряд перед девками, они хохотали. Девки-то все народные-то стоят. А Марина вошла, там был такой зал, что надо было снизу подниматься. И она только глазами... И она увидела, что я перед ними пляшу вариации эти. А они хохочут, все мне поют. И она постояла, видать, долго она наблюдала весь этот концерт. И когда это закончилось, она мне сказала, откуда ты стоишь это все? Я говорю, ну, просто я же каждый день сижу на сцене, чего это не знать-то? Да, способны, что ли. Почему я ее называю Мариной? Марина, опять-таки, это не понебратство. Это совсем другой уровень отношений. И когда мы были тет-а-тет, мы иногда очень откровенно даже ругались. Потому что Марина Тимофеевна человек очень сложный, была такой непростой. Но иногда с ней даже так это пререкались. А потом, естественно, на людях Марина Тимофеевна все это очень уважительно было. Она иногда даже обижалась, переставала разговаривать демонстративно, показывала на дверь. Все это было очень смешное. Она меня выгнала из класса, я стоял, что-то засмеялся с Семизуровой. В классе же мы вообще молчали, мы не понимали. Это не как сейчас там, это гул стоит в классе. Вообще муха летела. А мы с Семизуровой что-то на ушко друг другу сказали. И она повернулась, у нее было плохо. Она сказала, вон из класса, чтобы ты никогда не приходил. Громко так, с криком все. А я был такой счастливый, что меня выгнали. Я в зиму убежал. И заболел грипп. А так как у меня не было репертуара, я подумал, ну и полежу я. И в 12 начинался класс. Где-то без пяти час звонок. Марина говорит, ты где? Я говорю, я лежу дома. Я говорю, врешь. Я говорю, Марина Тимофеевна, я заболел, у меня температура. Я сейчас приеду. Я говорю, не надо, Марина Тимофеевна, у меня грипп, у меня 39. Завтра, чтобы пришел. Марина Тимофеевна, я заболел. Я не верю. Завтра, чтобы пришел. Значит, момент, который я рассказываю, ей уже 86-й год. Да, уже долго достаточно я у нее учился. Марина Тимофеевна была огромная, ну вообще у нее огромная семья. Дочка, два внука, невестки, правнук. И она всем, она была, она такая всеобщая мама, она всем покупала. На Марине Тимофеевне у нее были оптовые закупки всегда. И надо было, чтобы это кто-то носил, с ней ходил по магазинам. И в какой-то момент все поняли, девочки, которые несли это бремя, они поняли, что вот появился же мальчик теперь, теперь можно Марину передать. И они в какой-то момент мне Марину передали. И мы с ней так сдружились. Потому что помимо всех этих магазинов, во всех странах мира, куда мы попадали, мы посещали всевозможные театры, зоопарки, музеи, выставки. И вообще, куда мы только не ходили. По рынкам, туда-сюда. Просто пойдем с ней, допустим, на рынок, где овощи продаются. Или там рыбы в Японии. Утром рано встаем. Просто чтобы посмотреть. Просто это любознательно. Ей очень нравилось, что я много читал, что я могу с ней поговорить о чем угодно. Когда она поняла, что слово Токерей для меня это все-таки автор, а не название лекарства. Она была очень тронута. И ей это все очень импонировало. И так как наши отношения были такие достаточно тешные, и все об этом знали, то когда Галина Сергеевна решила со мной работать, она поняла, что надо спросить Марину Тимофеевну. Она ей позвонила, но я об этом не знал. После класса Марина Тимофеевна говорит, звонила мне вчера эта белая моль. Просила меня разрешения с тобой поработать. Ну ты пойди, она баба умная, послушай, что она тебе скажет. Но через каждые два дня она мне говорила, ну что нового прошли. Без имени, без... Так как мы с ней жили на одной волне, и я понимал Маринин юмор, я понимал ее сарказм, я понимал ее все эти... Я говорю, ну вот то-то-то, ну-ну. И когда мы что-то там, нарцисса готовили, и Галина Сергеевна не поехала, а Марина Тимофеевна поехала в эту поездку. Марина говорит, ну сейчас посмотрим. И я станцевал репетицию, прихожу в зал, говорю, ну что моя интересная, скажите? Она говорит, она сама ханжа, и тебе все так же сделала. Ну ты танцуй, тебе идет. Что очень приятно, мне ее семья, после вот кончины Марины Тимофеевны, подарили веер мне, с которым Марина Тимофеевна всю свою карьеру танцевала «Царицу балов» в Иване Сусанине, и, по-моему, так, ну или вальс это называлось, вот в Иване Сусанине, и вот она ушла с этим веером, ну как бы. И вообще Марина Тимофеевна была человеком, которая ничего не хранила, но этот веер оказался в коробке у нее на столе, и никто никогда на эту коробку не обращал внимания. Она стояла, что когда они открыли, они были поражены, что этот веер сохранился. Вот они мне его подарили, для меня это одна из таких вообще реликвий, связанных вот особенно от Марины вообще практически. Ну у меня есть какие-то там обрывки, на клочках она мне писала, ушла в магазин, или там она мне под дверь подсовывала, потому что мы всегда с ней рядом жили. Или она мне говорит, легла спать, не звони там, или там на завтрак не пойду, там вот такие она меня подсовывала под дверь. А сама сидела ждала, позвоню или нет на самом деле. Потому как бы, вот у меня этого много всего. И, конечно, одно из самых дорогих мне вещей, когда я ей сунул книгу подписывать, она сказала, ну что-то же должно у меня от вас остаться на памяти. Она так отодвинула. Я ей говорю, а я сослепую так вот смотрю, она написала на память, как будто. Я думаю, вредная. Принес, положил дома книгу, и она долго лежала так. Вот она лежала и лежала. Я помню, и когда я открыл вдруг книгу, они помнят, что я искал. Я открыл эту книгу, а там написано, «Люблю Цискоридзе». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!